Кстати говоря, по поводу поддержки, я хочу еще один момент отметить. Сегодня я получил в Телеграме аудиосообщение от русского националистари. Здравствуйте! Быстрого полностью отмазали? Что там с ним может быть? Это что и следовало ожидать? Настолько нагло себя повел Кадыров? Альберт, многие в Чечне тебя не смотрят, потому что боятся, что их начнут вычислять. Я пытался объяснять многим людям, что нельзя вычислить их, потому что они смотрят тебя в YouTube. Но они боятся и в личных беседах тебя поддерживают, но не смотрят. Это, конечно, абсурд. Нет, Альберт, это не абсурд этих людей, я полностью понимаю. Другое дело, если ты имеешь в виду абсурд, что они думают, что их вычислят, конечно, да, это не совсем реально, что их будут вычислять. Но, тем не менее, их опасения, я их понимаю. Многие люди, которые не совсем в курсе, как это все работает, они думают, что за ними могут следить в этот момент, их как-то вычислять. В любом случае, их опасения, они как бы оправданы, я их прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю тех людей, которые, живя дома, например, на меня не подписываются. И наоборот, я даже это поддерживаю. Не нужно на меня подписываться, потому что вы, когда вас задержат и просмотрят там, да, ваш телефон, посмотрят, куда вы подписаны, это, возможно, будут из-за этого проблемы. В том числе достали не только новости ЧГТРК, но и имамы. У них большие пропаганды, чем у тех. Они, видимо, питаются светом мудрости Падишаха. Они сейчас являются... Вообще, вот эти вот имамы в мечетях и духовное управление мусульман Чеченской Республики, так называемый, вот этот муфтияд, это такое полноценное министерство. Министерство такой пропаганды кадыровской, да, они действительно делают отвратительную и очень, очень такую вредную работу. Очень вредную. Даже более вредную, чем это делает ЧГТРК. Потому что те, те с религиозной еще точки зрения, понимаете, все это пытаются приукрасить, то есть они посягают на религиозные какие-то моменты, как-то внося вот эту смуту, портя, понимаете, сами основы. Это очень опасная вещь. Хотел упомянуть я насчет видеообращения Руслана Кутаева. Я у себя на Телеграм-канале размещал это обращение. Вчера увидел его, мне скинули, значит, он его опубликовал на своей странице в Facebook. Я... Ну, мне было очень приятно, что Руслан Кутаев, человек, которого я очень уважаю, человек, который достоин уважения, я за его судьбой, я следил еще, когда находился в Чечне, тогда, когда еще не мог ничего по этому поводу говорить, следил за ним, переживал, делал дуа за него. И сейчас то, что он таким образом высказался, сделав мне просто... Ну, высказав такую полную поддержку по отношению меня, моей деятельности, то есть если там... Можно бы, понимаете, можно же эту поддержку высказать, сказать там, да, мы там не... Я не совсем там согласен и так далее. То есть он без всяких вот этих вот вещей, он полностью высказал поддержку, очень-очень серьезно меня поддержал. И Руслан Кутаев – это человек, который уважаем, ну, на международном уровне. Он был политическим заключенным, он сам пострадал от рук кадыровского режима, ему были подброшены наркотики. А пострадал он за то, что 23 февраля 2014 года он провел, ну, круглый стол в честь депортации. Не 23-го, значит, ранее его провели, но было приурочено к 23 февраля к дню депортации. На самом деле, Руслан Кутаев, я смотрел эту запись, он не сказал там ничего, вообще ничего плохого, он не сказал ничего того, за что стоило бы даже к нему придраться. Это... К нему придрались просто из-за того, что он провел этот круглый стол. То есть была установка, и есть эта установка, вообще никак не упоминать эту дату, ни в коем случае на 23-й не проводить никакие траурные там мероприятия, или какие-либо мероприятия, которые будут как-то напоминать нам, да, об этом страшном событии. И вот он посмел это сделать, и за это он был наказан. Поэтому я... ну, я благодарен Руслану Кутаеву. Пусть Аллах воздаст ему благом в обоих мирах. Аллах, рейс халил, Руслан, за твою поддержку, за твои слова. Это очень ценно для меня. Кстати говоря, по поводу поддержки, я хочу еще один момент отметить. Сегодня я получил в Телеграме аудиосообщение от русского националиста. Я не буду называть его имя в целях его безопасности. Я не думаю, что для него это безопасно. Но он мне сказал следующее. Он сказал, он назвал себя, он сказал, где он находится, то есть регион, в котором он живет. Он живет в России. И он представился как русский националист. Затем он сказал, что он меня слушает и поддерживает мою борьбу, то, что я делаю. А далее он объяснил, что он тоже как бы... Ну, что русские люди, русский народ тоже находится как бы в такой... Какой такой как бы оккупацией. И что они тоже хотят сменить этот режим, тоже борются с ним. И затем он предложил мне свою помощь. Он очень искренне говорил, сказал о том, что если, то есть назвав место, где он проживает, он сказал, что если в этом месте, в этой местности тебе, твоей семье или твоим друзьям нужна будет какая-то помощь, то я могу на него рассчитывать, что он является крепким, занимающийся спортом, такой крепкий мужчина и в состоянии защитить свою семью. И он говорит, я в состоянии защитить свою семью и твою, он говорит, Тумсо, семью я в состоянии защитить. И ты можешь, говорит, в любой момент положиться на меня и доверить мне, говорит, свою семью, своих друзей. Имея в виду, если тебе что-то надо, какая-то помощь от меня нужна будет, ты, говорит, можешь рассчитывать на меня, просто сохрани контакт и обращайся. И затем он сказал очень важную вещь, он сказал, я понимаю, он говорит, что мы, скорее всего, окажемся по разные стороны баррикад. Но несмотря на это, он говорит, сейчас у нас, как бы, мы являемся союзниками, то есть враг моего врага, мой друг. И поэтому сейчас, он говорит, несмотря на то, что мы, как бы, не друзья и, скорее всего, мы будем по разные стороны баррикад, я, говорит, готов тебе помочь. Я бы хотел, если он смотрит этот эфир, я бы хотел ему один кое-что сказать. Да, действительно, ты прав. И если, как показывает история, если будет, если будет так же все продолжаться, то действительно мы с тобой, наверное, окажемся по разные стороны баррикад. Но, несмотря на то, что я очень негативно отношусь к любому национализму, проявлению любого национализма, я тебе так скажу, если, предположим, в России или на Руси, как, я не знаю, это будет там далее, да, если там будет нормальное, адекватное руководство, которое не будет болеть империализмом, понимаешь, то есть даже если вы будете болеть национализмом, там, чем угодно, но не империализмом, и вы не будете пытаться силой покорять другие территории, покорять народы, делать их своими рабами, своими колониями, то мы с тобой не будем по разной стороны баррикад. Мы с тобой будем союзниками, мы с тобой будем соседями, мы с тобой будем в нормальных отношениях. Но если, конечно же, Россия продолжит ту же политику, которую она ведет на протяжении последних 400 лет, колонизируя народы, территории, захватывая их, проводя вот эту экспансию, то да, безусловно, в этом случае, конечно, мы будем с тобой по разной стороны баррикад. Но я надеюсь, что все-таки вы, я не знаю, лично ты болен этим или нет, но в целом те россияне или русские люди, которые больны вот этим империализмом, я надеюсь, что у них это все-таки пройдет. Что они все-таки, переболев этим, посмотрев, взяв пример западных стран, они все-таки как-то успокоятся и будут вести нормальную политику. И за то, что ты написал, за твое сообщение, я тебе очень благодарен, спасибо тебе за готовность помочь. Это, ну, это достойно, очень достойно. Я, ты мне напомнил, знаешь, отношения Салахуддина Аль-Айуби и Ричарда Лидное Сердце. Это, несмотря на то, что они воевали, были врагами, то есть они, в отличие от нас, они реально воевали и были по разной стороны баррикад. Несмотря на это, у них были очень такие, ну, такие, можно сказать, почти дружеские, что ли, отношения. Когда у Ричарда Лидное Сердце, у его скакуна, по-моему, нога что-то там сломалась, он с него упал, то Салахуддин послал ему трёх скакунов арабских. И, в общем, вот такие вот вещи, когда встречались друг с другом, они очень уважительно друг с другом разговаривали. Ну, это достойно, это красиво. Здравствуйте, что там с Быстрым, мне писал Руслан Джалилов, я пропустил этот комментарий. Здравствуйте, Быстрого полностью отмазали, что там с ним может быть, это что и следовало ожидать. Настолько нагло себя повёл Кадыров, это просто, это просто неописуемо. Это настолько возмутительно то, что он сделал. Вы представляете, они сначала, они попытались просто об этом ничего не говорить, просто помолчать. Но когда это не получилось, когда ситуация вышла в эфир, тогда они решили сказать, что его там не было. Когда и это у них не получилось, тогда они решили сказать, что это вот, видите ли, родственники нас просят, его не наказывать, мы поэтому его не наказывали, так бы мы его наказали, Кадыров с ним, видите ли, не разговаривает уже. Представляете, насколько он его наказал. А тут вот сами родственники попросили, значит, погибшей стороны, и поэтому мы его с работы, значит, не уволим, и мы его не накажем. А затем нам показали уже продолжение этого шоу, когда Рамзан Кадыров заявил, что вот, мол, там чуть ли виноват в этой аварии вообще не быстро. Если бы они не погибли бы, то мы ещё бы их нам наказали бы. Что это они по левой полосе 40 км в час едут? Вот, пока это же Кадыровская какая-то полоса отдельная, они там могут летать, сколько они хотят. Просто вдумайтесь в это, он говорит, это же семёрка, он говорит, а она капризная, говорит, машина. Значит, у неё габариты, ну, наверное, не работали. То есть, он всё, он уже предположил и сразу же дал анализ и заключение. Габариты у неё не работали, видите ли. А потом он говорит, и он, говорит, ехал 40 км в час по левой стороне. То есть, у него хватает наглости сказать, что по левой стороне, значит, 40, оказывается, он ехать не мог, а его двоюродный брат летать там по 200 мог. Понимаете, вот Кадыров, конечно, не говорит, что он летел 200. Но Кадыров сам говорит, он 100 там, говорит, ехал 100 км в час. То есть, по логике Кадырова, по левой полосе, в черте города, где ограничение 60 км в час, его брат двоюродный ехать 100 км в час может. А эта погибшая семья 40 км в час там ехать, оказывается, не могла. Понимаете? А потом нам показали, как весь этот, всё это правительство и как их там, Кадыровская вот эта вот свита встала, попросила его простить быстрого, и он великодушно его простил. И вот на этом закончилась эта история. Всё. Кушайте, товарищи. Кушайте на здоровье. Каратель просто заданатил, баракаллаху фигг. Поддержка из Австрии, говорит Борс Барзаев. Баракаллаху фигг, Борс Барзаев. Баракаллаху фигг. Баракаллаху фигг, Баракааллаху фиггу. СВита. Субтитры создавал DimaTorzok